Представители Федерации рыболовного спорта пришли на протяжку не порыбачить. Вместо удочек в руках у мужчин черные полиэтиленовые мешки. В них они собирают мертвую рыбу, выброшенную на берег озера. Причина гибели рыбы, по мнению опытных рыбаков, тесно связана с тем, что этой весной протяжка заметно обмелела. Когда были зимой, лед бурили, смотрели, в общем, лед порядка 80 сантиметров, под ним сантиметров 10-15 воды, в которой гниет водоросли. Вот, собственно, как любой процесс гниения, из воды выбирается весь кислород, и рыбе нечем дышать, соответственно, она погибает. Массовую гибель рыбы в водоеме называют замором. Он происходит из-за недостатка или полного отсутствия растворенного в воде кислорода. Течением на берега водоема принесло несколько десятков килограммов рыбы. Это зеркальный карп, крупные щуки, окуни и мелкие виды обитателей озера. Скорее всего, довольно много рыбы было придавлено льдом. То есть, в момент, когда лед начинает таять, он становится более тяжелый, опускается. То есть, бывает так, что рыбу давит. Как рассказывают представители Саровского клуба подводной охоты «Тритон», на дне протяжки лежит в основном мелкая рыба. С очками они достают мертвых окуней вместе с большим количеством мусора. Водоем загрязняется, люди летом здесь купаются. Ну и чтобы водоем был чистый, стараемся очистить его от погибшей рыбы. По словам рыбаков, замор рыбы в Саровских водоемах – явление редкое. Для того, чтобы установить официальные причины, на озере работала комиссия. Из представителей Министерства экологии, природных ресурсов региона и сотрудников городской администрации. Министерство экологии направили запросы свои в ветнодзор и рыбнодзор, для того, чтобы они по своим ведомствам уже тоже проверяли данную ситуацию. Ветнодзор, я знаю, тоже берет пробы воды, берет пробы рыбу. Все водные объекты находятся в государственном реестре в ведении Министерства экологии и природных ресурсов. Город, в свою очередь, отвечает за содержание гидротехнических сооружений и уровень воды. Искусственного уровня понижения воды не было. Питание данного озера идет из ручьев, которые находятся на территории Мордовского государственного заповедника. Как вы прекрасно знаете, в данный пруд нет никаких источников промышленного сброса. Официальные причины ситуации появятся только после получения результатов экспертиз. В соответствии с ними будут предприняты необходимые меры. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.